Салют, чуваки, с вами Киит, и мы с вами возвращаемся в прохождение от солдата до короля. А перед тем, как мы начнем, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала. Если ты тоже хочешь попасть в этот элитный отряд, то ссылочка в описании. В данный момент у нас с вами в разгаре штурм Лагет. Ну, в разгаре мы только начали, но, тем не менее. Штурм мы с вами сейчас, думаю, быстренько и закончим. Противника, правда, 600, но, тем не менее, нас-то 1400, так что шансов у противников практически нет, особенно учитывая, что стены-то уже пробиты. Как бы у нас был долгомир, и я решил, вернее, с поддержкой совета, конечно же, развязать войну Западной Импири, как раз-таки отжать город и замок, который давненько собирался. И сразу после этого мне стурги опять объявили войну. Они сейчас довольно-таки слабые, ну, то есть, как и были, в принципе, в прошлой серии, но, тем не менее, они решили, что вот если у нас война Западной Империи, то им хватит силенок, чтобы со мной тягаться. К их сожалению, это маловероятно. У нас сейчас тысячу, ой, вернее, силы порядка 10-11 тысяч, так что противника, думаю, шансов нету. Но посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Как бы я еще часть солдат из нашей армии убрал. То есть у нас 1400 человек, при том, что часть солдат выкинул. Но это исключительно для того было, чтобы мои чуваки могли собрать дополнительную армию и как-то нападать или защищаться от стургов. Ну, что-то в этом роде. В общем, чтобы стургам тоже было весело, чтобы они просто так не пытались захватывать все наши территории. Хотя я вообще хотел начать войну с ботанцами, если быть честным. Мне хотелось с ними покончить еще раз. То есть планировал я отобрать их замки, которых они нас лишили, с турских вот этих вот. Но, к сожалению, совет не поддержал. Пришлось воевать с Западной империей. Мне это, конечно, неприятно, если честно. Но, ладно. Наши атакуют просто по одному, по два человека, идя на целую толпу, что полнейший идиотизм, как по мне. Но, к сожалению, управлять ими я здесь не могу. Вы сами видели, что происходит, когда я управляю самостоятельно. Поэтому я, пожалуй, решил не рисковать. Потому что это чревато тем, что потери будут еще больше и все будет еще хуже. Поэтому, ну его нафиг. Пусть сами как-то с этим делом разбираются. Я не хочу в это вмешиваться. Если честно, есть шанс, кстати, прорваться, наверное, вот в этой толпе. Как-то дальше. Но, блин, видите, тут множество стрелков. Я еще атакую своих. Меня здесь еще зажали вместе с лошадью. Я выбраться не могу. У меня здесь как бы и бронита нет, и щита, вернее, да. Максимум, что можно просто сделать, то надо бы встать на своей лошади. Так, сваливаем от этой идиотской кучи самоубийц. Хотя, большая часть самоубийц все же здесь. Наши зачем-то еще стены ломает. Я тарант поставил на всякий пожарный. Сами понимаете. И вот убрать я его забыл, к сожалению. Поэтому получилось то, что получилось. Ладно. В принципе, пофигу, если честно. Так. Па-па-па-пам. Отлично. Надо будет себе еще скрафтить двуручный топор, который, ну, наподобие того, что у меня было прохождение за бандитом. Мне он очень понравился, ну, естественно, тем, что он прорубал несколько человек сразу, в отличие от Древкового и от мечей. Это очень полезно было. Блин, мы уже потеряли гораздо больше людей, чем противник. Это меня сильно разочаровывает. И наши просто не могут пробиться через всю эту толпу. То есть потери будут, ну, под тысячу человек, если дальше так же и продолжится. Я предвкушаю, что мне необходимо пробить ворота. Возможно, тогда у нас появится какой-то шанс. Других вариантов я просто не вижу. Кто-то из наших по-любому должен был остаться ломать эти ворота? К сожалению, нет. Видимо, их со стенок, с этих прибили. Да, вот стрелок, вот стрелок. Надо будет их снять перед тем, как начинать какие-то действия. Может, вернешься, братишка? Ну, что ты? И второй куда-то... А, нет, второй здесь. Вот он. Скотина спрятался. Ну, типа, я бы начал ломать ворота без проблем. Мне же не тяжело, но я же знаю, что-то выйдет. Мне просто в бок напихает, что я буду сильно увлечен процессом. И все, как бы... И ничего здесь с этим не поделаешь. Ну, ладно, будем стараться. Если бегать туда-сюда, возможно, и получится. Возможно, противника сможем приманить. Хотя, не факт, конечно. О, противник как-то начал меня всерьез воспринимать. Иди сюда. Мне надоели. Прячутся, зараза, прячутся. О, мои сюда подошли. Неужто будут мне помогать. Ну, аж нормально бить будешь? Зараза. Можно же было уже эти ворота пробить. Если бы нормально атаковали. А, ну, кстати, боком тоже подходит. На мое удивление. Как раз можно за одной стороной смотреть. А, ну, или так, да. Тоже неплохо. Камни мне по башке закинули. Не, ну это жесть. Вы посмотрите на эти потери. Мы потеряли 300 человек, когда противник даже 200 не потерял. Наши тупо лезут и дохнут. То есть, видите, просто в щелки вот у нас зажали у пробитых ворота. И все. ГГВП. Жесть. Я не знаю, что из этого выйдет. Но осада Лагита для нас будет прям фиаском. Типа мы первый раз ее еле как захватили. Но в итоге сразу же потеряли. Во второй раз тут какая-то хрень вообще происходит. А вот в предыдущий раз мы вообще даже до осады не дошли. Нас разбила вражеская армия. Я еще потом собирал остатки своих бойцов. Ну, в общем, полнейшая жесть. Надеюсь, что сейчас, по крайней мере, моя личная армия не пострадает очень серьезно. Каким-то неведомым чудом мы сравнялись с противником по потере. Мы в итоге победили. Я ожидал, что все будет гораздо-гораздо хуже после своей смерти. Но ладно. В принципе, и так сойдет. Потеряли мы 300 человек, кстати. Хорошо. Так или иначе, Лагита у нас с вами захвачена. Это радует. Так, теперь нам бы с вами нужно Хертагею захватить. И можно... Ничего нельзя. Смотрите, нам тут осаду уже мутят. Одну. Коронировку у нас вообще забрали, пока я здесь веселил. Так, значит, да. То есть у нас еще две армии есть в нашем королевстве. Чем они занимаются? Ромунд. А, это я, извините. Тот защитит Граготон. Граготон тот тоже. Этильда зачем-то тоже на Граготон идет. Но сомневаюсь, что этот Романд что-то вообще может сделать, если честно. И типа у меня сейчас выбор. Поискать ботан свою истурускую армию. Набить ей морду, пока она не захватила оставшиеся вот здесь вот замки. И, возможно, даже Эпикратею. Либо пойти защитить тот замок, либо пойти вообще на Хертагею. Давайте, наверное, развалим имперскую армию сначала. Возле этого вот замка. После этого мы с вами можем спокойно пойти захватывать Хертагею. Сомневаюсь, что Стурги с их детскими силами что-то нам могут противопоставить серьезного. Ну и давайте этот замок дурацкий раскидаем уже. Все его хотят, естественно. Никто им управлять не сможет. Но, тем не менее, кому-то отдать надо. Давай, Эльдура. Пусть будет твоим. Ты вроде с Эпикратея справляешься. Может, и с Лагетой справишься по итогу. Ну, как бы, я просто еще надеюсь, что один из лордов, которые были у Хертагея или у Лагеты, типа вот лидер этого клана, будет в этой вот имперской армии, и мы сможем их развалить. Я не просто так начал войну с Империей. Они воевали еще и с Южной. Южная, конечно, очень слабая, но тем не менее. Я просто надеялся, что их сил будут далеко отсюда. Они смогут нам помешать. Но, как видите, осаду они начали. И без проблем нам здесь доставляют проблемы. Ладно, сейчас посмотрим, кстати, Меритор. Кажется, это вот тот самый лорд, который нам с вами необходим. Из Западной Империи. Нет, Кассиан нам нужен. Ну ладно. Так, давайте приблизимся, поглядим, что там вообще происходит. Кто здесь из лордов? Кассиана нет. Гергиос есть, это же король. А, ну и все, вот они и свалили, как бы. Ну и наши начали с ними воевать. Мы тоже начали. Давайте-ка автобоем все это разрулим. Автобои у меня получаются довольно-таки неплохие. Да, 1 к 5 соотношения, то есть уже можно и не воевать. Простатка у меня до такого левела прокачена. Великолепно. По пленным какой-то мусор. Кстати, у меня в какой-то веке вообще нету пленных, потому что все пленные, которые у меня были, после захвата Лагеты ко мне присоединились. Кстати, о Лагете. Ребятки начали пытаться отбивать у меня Лагет. Я надеюсь, я успею быстрее. Имперцы, конечно, доставляют геморрой, безусловно. Мы их жаль, сейчас захватили всего лишь одного лордика. Прям плачевно. Так, стурки что-нибудь предпринимают дальше, кроме Корнирога? Да вроде пока нету. Типа, ну мне сейчас нужно захватить Хертакею и... Ну ладно, Артизия-то реально в идеале. Но 800 человек и сомневаюсь, что мы ее осилим, но после того, что было у Лагеты. Так что я, наверное, 600 человек. Они, кстати, уже начали и, скорее всего, даже успеют. Вот паскудники. Постоим здесь, пока они не выйдут и будем их уже догонять. Вариантов нету. Еще долбаные зерные крысы свалили с моего королевства. Все наши армии здесь. Надеюсь, я не пойду осаждать Лагету. Великолепно. Лагету мне отобьют. Думаю, что гарнизон в 100 человек-то они осилят. Как-нибудь сомневаюсь, что имперцы смогут здесь собрать достойную армию и вернуться. Осаждает замок Гергиус. Но это предсказуемое, на самом деле, решение. Сейчас их прибьем. Главное, чтобы наши ребята... Ой, е-мое. Чтобы наши ребята справились с Лагетой. Большего я, в принципе, и не хочу. Давай. Че? Рискнешь, паскудник? Давайте-ка мы здесь с вами увеличим сплоченность. А то есть шанс развалиться. Так, стурги пошли на Утилайм. Предсказуемо. Ну, ладно. Мои армии, как бы, помогают. Мы с этим делаем. Так, у них 2,3 у нас тоже. То есть мы их догоним, пока они в лесу. Самое главное. Ну, и на коня, конечно, я, опять же, могу одного из лордов своих выкинуть. Но, думаю, это они не понадобятся. Они здесь в ловушку сами себя завели. Поэтому мы без проблем их здесь прибьем и всю их армию. Разница всего лишь в 2 раза. Но что-то соотношение сил вообще не в их сторону. Думаю, сейчас мы тоже изи выиграем этот бой. 500 на 200. Да, неплохое соотношение. Ну, просто как бы уже экономим время. Потому что одни и те же бои, которые занимают большую часть серии. Постараемся их игнорировать. Ну, пожалуй, кроме осад. Потому что в осадах у нас была полная жопа слогета. Это при том, что я сам участвовал. И стены были полностью пробиты. Я боюсь представить, что будет на автобое. Как бы тут не важно, пробиты стены или нет. Осада на автобое. Это все еще огромная жопа. Но если бы осады так работали с автобоем, ну, как сейчас у нас с обычными битвами, я был бы счастлив в этом деле не участвовать. Просто пробил бы стены, отправил бы солдат на автобой и все, и развлекаетесь. Ну, к сожалению, так нельзя. Блин, мне нужно еще кучу лордов куда-то выкинуть. Давайте, наверное, в этот замок выкинем, в принципе. И, возможно, сгоняем еще утилайм отобьем, если Роман не справится. Я вот не знаю, что он затеял, паскудник. А, он осаждает крайний рог. Возможно, это снимет осаду с утилайма, но я сомневаюсь. Просто надо с турской армией сейчас быстренько побить, пока она этот... Как бы выкинуть все, что у нее здесь. А, ба-ба-ба-бам. Какой, блин, тронный зал. В общем, откинуть их армии в развитии где-нибудь на игровой месяц. Мне этого более чем будет достаточно, чтобы пойти и захватывать дальше. Тем более, что крайний рог захватят. Главное, блин, чтобы они не успели захватить утилайм. Мне не хочется вот с этим говнищем разбираться. Так, что у нас тут новенького? Снова захватили Лагетту, снова кому-то ее нужно отдать. Молодчинки, вообще, отлично справились. Снова давать или Дурану. Жаль, что этот дурачок не успевает как-то этот... Пополнить гарнизон и все такое. Надеюсь, на Лагетту больше нападок не будет, но я сильно в этом сомневаюсь. Вот снова нападка. Ведь даже отойти армия толком не успела. Противник уже готов к бою, так сказать. Роман почему-то отступил с кореней рога. Видимо, их тут гоняет кто-то или типа того. А, они преследуют какую-то армию, но не ту, что захватывает утилайм. Кстати, вот-вот уже захватит, если мне не поторопиться. Но я сомневаюсь, что я смогу. А, успел, кстати, снять эту осаду. Не так, как планировал, конечно. Но у них, видите, дезориентация. Возможно, я успею. Дезорганизованность. Давай-давай-давай. Почти догнали. Сейчас их прибить и все будет шоколадно. Великолепно. С тургов мы с вами догнали. Сейчас, кстати, и корниров к себе вернем. Почему бы и нет. Потеряли мы сколько? 40 человек. Приемлемо. Главное, что солдат, ой, лордов не потеряли. Еще вагон с турских лордов захватили, к моему счастью. И думаю, здесь найдется пара десятков достойных бойцов, которых я смогу взять себе в плен, а потом уже и нанять. Чудно. Правда, у меня опять вагон всякого хлама. Так, защитников 90. Думаю, здесь хватит одной катапульты. Ой, и одной этой. Одного таранчика, чтобы мы захватили этот замок. Ну, на автобой, конечно же, участвовать в осаде замка на 90 человек. Вообще никого желания нет. Это будет очень долго и очень тупо. Так что, просто на автобой посмотрим, что выйдет. Думаю, ну, потеряем мы с вами человек 100. 150, но это можно пережить, в принципе, не так уж и серьезно. Тем более, у них всего лишь один анагра будет. Так что, ладно, поглядим. В общем, сейчас 50 человек мы с вами потеряли. Вообще фигня, по сути. Великолепно. Проявим милосердие немножечко. Потому что это наш бывший замок, по сути, свои. Так, есть ли у меня пленники, лорды? О, да. Участургов есть. Давайте их сюда и выкинем. Хотя, не лучшее решение, если честно. Но, учитывая, что здесь как бы нету гарнизона вообще. Никто из наших не соизволил сюда и выкинуть гарнизон. Если бы я на это дело не посмотрел, сейчас мы были бы в тотальной жопе. Ладно, давайте своих вот этих вот я выкину. Слабеньких пацанов. Ну и стражников с пехотинцами. Пожалуй, этого хватит для начала. Надеюсь, будущий владелец этого замка об остальном побеспокоится. Так, что у нас? Мы все держим здесь. Вы что, цель преследования какого-то лорда. Видимо, до Хертагея мы с вами не дойдем. Верчик кто-то осаждает. И не мы. Скорее всего, ботанцы. Стурги обычно с ботанцами воюют в последнее время. Хотя, если бы воевали с Кузей, то им было прикольно. Но Даку. Ё-моё, я сейчас вот осознал. У ботанцев сейчас будет город и два замка. Верчика не захватят. Офигеть, вот ботанцы. Единственная фракция, которая смогла вернуться, типа, с днища. Ладно, стургов мы оставим. Ботанцы ими займутся. Что мне. На удивление, сейчас только в радость. В данный момент мне необходимо заняться более серьезными вещами. Это захватом чего-нибудь у имперцев. В идеале замка. Ну и можно, кстати, еще тот наш замок защитить, на который противник у нас с вами напал. Думаю, тоже будет вполне неплохо. Хотя, в идеале, я бы сейчас распустил бы свою армию и пошел бы просто искать лордов стурских до имперцев. Для переманивания к себе. Но, к сожалению, мне здесь не дают отдохнуть. Эх, умел бы у меня лордик телепортироваться. Но вы такая недоступна только с читами. Да и реализм бы пострадал. Но, ладно, потопаем пешочком. Отлично. Разбили еще одну армию имперцев по пути. Благо, мне повезло их встретить, иначе бы они бы натворили здесь плохих делов. Ладно, мои армии уже пошли, в принципе, защищать. Так, одна, почему-то, правда, свалила. А вот Роман все еще пытается что-то полезное сделать. Вряд ли у него получится 250 человек. Но мы видим, он кого-то там преследует. Так что, видимо, он посильнее будет. Давайте Хертагей все же захватим. Потом я распущу армию. Пойду уже искать необходимых нам с вами лордов. А то что-то... Кирослав, нет, это не он. Атилон из угольков пламени. Кстати, вот Атилон вроде бы необходимый мне клан. Давайте-ка посмотрим. Да, вот его бы взять. Просто от меня еще один клан. Волчих шкур свалил. А мне сейчас необходима дополнительная боевая сила. Просто-напросто. Патрулирование Лагета, блин, здесь он становится. Я его смогу догнать. Ну и с его армией уже пойти на Хертагею. Было бы клево. Ух, нашли еще одну имперскую армию, которая почти стала мощнее нас, потому что от меня кто-то там свалил. Кстати, у меня вроде вообще кланов не осталось. Да, наемников. Самое дурацкое, что они сваливают именно во время войны. Такая фигня должна быть вообще запрещена. Это прям дико бесит. Все вот эти дурацкие армии убегают именно во время войны, когда они нужнее, блин, всего. И неважно, держишь ты лидеров в своей армии, ну, лидеров этих кланов или нет, плевать. Здесь, думаю, тоже можно по автобою сделать. Мне просто интересно, как практически равное соотношение сил будет играть для нас. Типа, будем ли мы в автобое сильнее. Но, судя по всему, да, мы их уделаем. Типа, с двойным преимуществом. Реально по кайфу. Слушайте, еще и лордов плиним. Наемники. Так, еще наемники. Блин, немного наемников наняли, слушайте. О, 25 воинов можно к себе взять. Это вот прям то, что доктор прописал, если честно. Так, но этих ребят мы с вами не догоним, так что давайте все-таки до Хиртагеи доберемся. В конце концов выполним свое предназначение. Захватим этот долбанный замок, хотя... А, нет, у нас еще 200 человек раненых, так что, думаю, к моменту начала осады мы с противником справимся. Но я что-то сомневаюсь в необходимости пробивать эти стены. Мне кажется, одного-то рана здесь бы хватило. Хотя баллисты меня беспокоят. Их слишком много, они могут очень много людей здесь перебить. Типа, как-то чувак во время одной из осад чисто одной баллисты уничтожил человек 40 или 50 за бой. Бой был, конечно, очень длинный, но тем не менее. Одной баллиста, а тут их, как видите, 4. Это может плохо повлиять. Не знаю, может катапульс здесь наделать. Давайте попробуем, ни разу катапульты не ставил. Они строятся-то быстро. Попробую сейчас снести все баллисты и после этого начать. Тем более, если у нас будет катапульта во время осады, это явно нам подсобит. Давайте посмотрим, как себя будут вести наши катапульты. Будут ли они полезны. Слушайте, баллисты снесли. Молодцы, все шикарно, просто быстро сработано. Противник без баллист, зато мы с катапультами, а катапульты для противника это жопа. Великолепно. Пусть мои ребятки опять делают осаду, короче, все как они умеют. А я хочу пострелять с наших катапульт. Это вопрос лишь, где они стоят. Я их что-то вообще не вижу. Где наши разместили все эти катапульты? Вопрос так-то хороший. Я реально не вижу ни одной. Хотя должен что-то довидеть. Как будто все эти катапульты не предназначены для полноценной осады. Но это, конечно, вранье, потому что я такие уже использовал. Так, ну одну мы с вами нашли. Вот еще вторая. Отсюда стрелять это просто убожество. Из-за кустов ни хрена не видно. И я буду просто стрелять слепую. Это же дичь. Может с этого фланга на катапульты... С катапульты, вернее, будет удобнее. Ну, что они делают, боже? Что за дичь? Во, вот здесь хорошая катапульта. Где-то здесь же она была. А, аж вон там. Ничего себе. Блин, что, это опасный какой-то склон. Но надеюсь, моя лошадь выдержит все эти испытания. Ну да, она будет реальная жизнь. Она бы себе уже ног сломала и все. Пришлось бы пристрелить. Ладно. Катим дальше. Вот сюда прям отличный обзор открывается. Мне нравится. Спасибо, что помогли. Все, ботанский фиан. У тебя будет больше толп, чем от остальных. Здесь. Так что, давай-ка. Мы поможем нашим ребятам. Я вот не вижу, как здесь стрелять. Какая нужна дальность? Давайте пристрелочную сделаем. Так, неплохо. Но нужно немножечко переместить все это дело. Стрелять все же непосредственно ближе к главным воротам. Противник у нас именно там располагается. Пробуем. Мне в идеале около окошка того попадать. Ну, или хотя бы попадать по воротам. Тоже было бы неплохо. Но что-то мы с вами делаем не так. Видите, я еще на стенах противников не вижу. То есть мы как будто стреляем в молоко. Кстати, главных ворот здесь не видно. Есть вероятность того, что это все бесполезно. То, что мы сейчас делаем. Хотя нанесено тысячи урона. Это все хорошо. Но какой смысл? В нанесении такого урона я не знаю. Маловероятно, что мы здесь что-то реально пробьем существенно. Вот, двоих я убил, кстати, в окошечке. Значит, так и будем стрелять. Ну и по каким-то воротам или типа того мы вроде урон тоже наносим. Попробуем. Может, это будет полезно для наших ребят. Охренеть! Наши же катапульты наших и убивают. Это жесть. Ну, что-то типа вроде того происходит. Ладно, что-то я скривил. Безусловно. Вот, наши стреляют и просто попадают по нашим же чувакам на стенах. Вот, сами думаете, как они оттуда падают. Это просто жестко. Блин, еще мой чувачок, носящий камни, затупил. Кстати, камней-то практически не осталось. Или вообще не осталось, тут не поймешь. Если честно. Ну, давай, ложи уже. Засранец. Ну, давай, последний удар. Эта хрень получилась. Ну и все, и камней-то как бы нет уже. Настрелялся, называется. Что по итогу? Мы убили Дагстя, уже больше людей, чем противник. Поэтому все у нас с вами кайфовенько. В этом плане так. Примерно вот сюда давайте. О, троих убил. Ни хрена себе, давно такого не было. Вернее, вообще такого не было. За сегодняшний бой. Ну и все, как бы. Снаряды у нас с вами закончились. Можно идти уже помогать в оставшейся осаде. Правда, она уже практически завершена. К сожалению, пока я жив, нельзя ускорить время. Было бы очень даже неплохо. А так, придется все это дело терпеть. Блин, на коне здесь не подняться. А, да, и уже ладно, в принципе, противники все бегут. Из-за того звездеца, что мы устроили, своих поубивали. Противники такие, ой, ну нафиг они какие-то конченые. И просто-напросто все сбежали. Ну, в принципе, тяжело их за это дело винить. Мы действительно конченые. Отлично, херта гея у нас с вами захвачена. Гарнизон целых этого человека. Мои ребятки в армии вообще не искупятся на то, чтобы обеспечить достойную защиту для новых владений. Вот это я понимаю. Вот это дух. И сила, блин, воли. Блин, а кого мне выкидывать? Два кита новобранца откуда-то. Вот еще какой-то ботанский мусор. Мусор, мародеры. Это все, что я могу, в принципе, выделить, чтобы осуществиться на моей армии не пострадала. Кстати, можно еще в темницу пару ребят закинуть. Это у меня парочка лордов валяется. Имперских, а нафиг они мне нужны, правильно? Закинем их сюда. Они мне мешать не будут. Так, ну слушайте. Получилось все, в принципе, отлично. То есть мы с вами захватили Лагею, захватили Хертагету, Хертагею и потеряли один замок. То есть, по факту, мы в плюсе за эту серию всего лишь на один город. Но, тем не менее, все равно приятно. Надеюсь, что этот город достоит до того момента, когда я приду его спасать. Кстати, спасать-то у меня вряд ли его получится. Вражеская армия пока что помощнее. А, теперь она пошла на Хертагею. Она с радостью пойдет бить мне морду. В этом я, в деле, уверен. То есть мне нужно немножко подождать, пока мои пацаны отсохнут, как-то арестнутся. И тогда я уже мог бы что-нибудь противопоставить противнику. Но в данный момент я тут бесполезен, к сожалению. Такие вот дела. Задолбали мне везде эти равные голоса. Может, хоть кто-нибудь будет в преимуществе, чтобы мне не пришлось думать, кому что отдавать. Ладно, сейчас разобью эту армию. И мне необходимо будет пойти переманивать лордов. В принципе, и побыстрее. Потому что скоро уже это сраная перемирие, которое нам вообще не сдалось. Нужно хотя бы один клан переманить к нам. А то дальше мы просто не сможем развиваться. У меня нынешние кланы очень богатые. Но, как бы, народу там не прибавляется, чтобы мне было проще воевать в войнах. Поэтому, да, надо будет этим делом заняться. Но все это, естественно, в следующей серии. А у меня на этом все. С вами был Кит. И всем пока. Пока.